Несколько человек сбило с ног, одного мужчину укусило за палец. Напад соленного кабана. Хабаровчан атаковал дикий кабан. Два диких кабана напали на людей в Германии. Догадывались ли вы, насколько опасен дикий кабан? И как полиция разных стран защищает города от торжения клыкастых монстров? А хотите ли вы узнать, почему взрослый сикач? Это ночной кошмар для любого из самых матерых хищников. Всем привет, вы на канале Райсми и сегодня у нас Кабан в деле. Этот кабан заходит в местные караоке через главный вход и крадется по коридору. Он не напуган, ведет себя спокойно. Нет, он не болеет бешенством. Он там за конкретной целью. Но при виде людей кабан воспринимает их как опасность и бросается в бой. Так зачем кабан в центре города полез в караоке? Ответ мы узнаем позже, а пока перенесемся в детство кабана. Это маленький кабаненок и у него уже с раннего возраста проявляется характер. Кто ты воин? Ахиллес. Сын Пелея. Мать кабанят с детства их очень жестко воспитывает. Если тебе что-то не нравится, бей, воюй, пугай. И всегда, всегда ищи еду. И такое воспитание имеет последствия для людей. За последние два года в Гонконге происходит просто нашествие диких кабанов. Чтобы вы понимали весь масштаб проблемы, они пристают к местным жителям. Пролазят в торговые центры, вагоны метро и даже на крыше магазинов. Целые стада кабанов гоняют таксистов по дорогам. Специальному подразделению полиции Гонконга приходится использовать щиты, транквилизаторы и клетки, чтобы хоть как-то выстоять против напора пятачков. А если кабана не поймать сразу, после неудачной попытки улога он будет еще более раздраконен. И как любой уважающий себя секач, станет нападать на все, что видит. Не думаю, что кто-то в этом в офисе ожидал увидеть дикого кабана, как и в этой парикмахерской. Как будто для кабанов даже здания не являются какой-то весомой преградой на их пути. А недавно очевидцы засняли огромного кабана, который рылся в мусорном баке. Наверное, это кто-то наподобие главного босса всех кабанов, который управляет набегами на людской город. И мне кажется, при встрече с таким монстром одного щита будет недостаточно. Но хуже кабанов из Азии могут быть только кабаны из СНГ. Разрыть все мусорки в городе, напасть на машину, броситься на сторожевую собаку и устроить переплох на пляже – для кабанов обычное дело. Иногда даже на городских рынках стоит быть настороже. Вдоль торгового центра, вот здесь люди впереди все кричали, и вон там прилавка. Спугались? Ой, ну еще бы, вот такой кабаняра рыжий, конечно, хряк. Стоит сказать, что посетителям рынка повезу, так как кабан ни на кого не нападал, а лишь устроил маленький переполох, потому что просто хотел поесть. Прям как и этот кабан из этого караоке. А дело в том, что кабану в сутки нужно 6 килограммов пищи, а пищу с появлением в больших городах стало легче добывать возле людей, чем в лесу. И неудивительно, что такой зверь очень опасен для охотников, поэтому гуляя по лесу нужно смотреть в оба, особенно зимой, когда кабаны будут становиться невидимыми. И нет, у кабанов нету технологий хищника, и техник ниндзя он не знает. Все дело в том, что когда наступает холодная пора, способ жизни у многих зверей меняется. Медведи залезают в берлогу, впадают в спячку, ежи строят себе что-то наподобие гнезда из веток и травы, и зимуют в нем. Раки пережидают зиму в глубоких норах, а кабаны в спячку не впадают, но отдыхать зимой им все же нужно. Поэтому одинокий кабан находит себе подходящее место, немного обустраивает его сухой травой, хворостом, и когда лежак готов, просто ложится спать. И во время сильных снегопадов кабана неплохо прикрывают слоем снега, по самые уши, и человеку повезет, если он наступит только на одного спящего кабана. Ведь зачастую кабаны спят в целых коблах, которые зимой выглядят просто как куча сухих веток под снегом. У них даже есть специальные сторожевые с двух сторон группы, которые внимательно наблюдают за безопасностью всего стада. Стоит знать на прогулке, что именно так выглядят свежие следы кабана на снегу, а вот такие звуки они издают. Ну а если вы все же не заметили следов кабана и наступили на соню в лесу, и вам желательно нужно вернуться целым домой, у вас возникает вопрос, а как спастись? Хорошая тактика это залезть на дерево или высокий пень, сначала кабан вас будет подкарауливать внизу, но через некоторое время он уйдет, да и пень действительно должен быть высоким, потому что кабан может даже постараться прыгнуть за вами. Ну и с дерева на кабана постарайтесь не упасть. А вот тактика со льдом может и не проканать. Пусть кабаны неуклюжие на скользком льду, из-за особой формы их копейт, не стоит забывать о том, что человек просто не сможет предугадать, насколько скользкий лед сейчас на озере. Так что план этот отметаем. Ну и самым лучшим решением это, конечно, сразу запрятаться в машину, но имейте ввиду, что и в автомобиле вы не всегда сможете чувствовать себя в безопасности. Так а чем же так опасен этот кабан? Ну свинка и свинка можно подумать, что она может сделать. Теперь внимание, просто взгляните на это видео. В левом углу небольшая стайка диких кабанов, а в правом леопард, огромный голодный хищник. Одно мгновение и леопард уже пытается свалить. Окей, возьмем не три, а одного дикого кабана, а в противник ему будет, ну, тигр. Усекачаясь большие клыки, которыми он пользуется в бою, как ножами, кабан сокращает дистанцию, при этом напирая на противника всей своей мощью, он способен наносить смертельные раны. Кто выжил в этой битве неизвестно, но бой был точно равным. А излюбленным приемом кабана является удар с разгона. И точно не стоит стоять на пути у кабана, когда он на вас бежит. Будьте умными, как этот медведь. Даже он не захочет встретиться с вот этим. Зачастую медведи вообще себя неглупо показывают. Им совсем не особо хочется трогать крупных сикачей, даже если у них есть численное преимущество. И даже если кабан, ну, не очень внимательный. Если противников несколько, у кабана в один момент просто может что-то щелкнуть в голове. Он не просто захочет защититься и выжить, а уничтожить нападающих. И не важно, сколько самих нападающих. Просто посмотрите на это. Главное, ничего не перепутайте. Это хищники. А это добыча. Он защищен забором. И все равно в бешенстве пытается найти проход, потому что его просто выбесили гиены. А вот американские пекари, это вроде и кабаны, и не кабаны, сложно в этом разобраться. Но в любом случае не стоит к ним относиться легкомысленно. Они могут работать слаженно, и командная работа отпугнуть такого опасного хищника, как горный лев. Но если что, пекарь и один на один может навалять ягуару. Однако у кабанов в дикой природе есть не только враги. Кучку кабанов часто можно заметить в стадии огромных зубров, которые не только подскажут, где зимой можно найти еду, но и в силах прогнать таких опасных хищников, как медведи и волки. Это называется мутуализм, то есть связь между разными видами на взаимовыгодных условиях. Но есть еще более удивительное явление – межвидовая дружба. Отличается такая дружба от мутуализма тем, что во многих случаях пары образуют те животные, виды которых в естественных условиях обычно не ладят, а иногда один из видов даже охотится на другой. Лось, которое совсем не стадное животное, коренной одиночкой, был замечен с одиноким сикачем, они вместе паслись в сумерках, вдвоем ходили к кормушкам ночью. А вот вам самый яркий пример такой дружбы. Финский фотограф дикой природы, где-то в дебрях Северной Финляндии, смог заснять удивительную дружбу между двумя абсолютно враждующими видами – медведем и волчицей. Как описал фотограф, животные регулярно показывались вместе и не проявляли друг другу никакой агрессии, даже наоборот, они постоянно делились едой, вместе дурачились и спали рядом. А возможно ли приручить дикого кабана? Некоторые люди так и сделали, и теперь уже одомашненные, дикие кабаны полностью стали выполнять обязанности сторожевых собак во дворе. Они не только могут охранять дом от непрошенных гостей, но и играть вместе с дворнягами на прогулке. Да и с котами кабан может наладить общий язык. Единственное, вы можете немного удивить соседей своим новым питомцам. Но я думаю, небольшая нотка экзотики должна быть в жизни у каждого. Друзья, спасибо за просмотр. Напишите свою историю, если встречались с этим диким животным, в комментариях. Самые интересные рассказы я выложу в сообщество на канале. Также мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под видео и подпишитесь на этот канал. Субтитры сделал DimaTorzok